В селе Подойма Каменского района обнаружена подземная часть взорванного ДОТа времен Великой Отечественной. В раскопках и обследовании объекта вместе с энтузиастами активно участвуют и сотрудники РОВД. Найденный объект расположен на крутом склоне береговой зоны Днестра. О былой мощи наземной части оборонительного сооружения напоминают сегодня только взорванные бетонные глыбы. Мы находимся в центре взорванного пулеметного ДОТа. Между артиллерийским и этим пулеметным ДОТом есть ходы сообщений, которые сейчас сохранились в довольно хорошем состоянии. То есть можно пройти, осмотреть, как все это делалось, как строили наши деды. Вход в подземную часть ДОТа находится на глубине около 7 метров. Его расчищали вручную при помощи специальной техники. Взору открываются разветвленные бетонные коридоры. Их общая протяженность около 300 метров, а высота достигает двух. Всего обнаружили 12 специальных помещений разного назначения. По предположению, это находилась электростанция. Вот сохранились вот эти станины, места для дизелей. Пахнет еще дизелем, солярой. Сохранились и два кубрика на 8 спальных мест каждый. К объекту была подведена вода, имелся санузел с канализацией. Были оборудованы склад боеприпасов и провизии. Все это позволяло длительное время держать оборону. В начале войны при отступлении советских войск объект был взорван. Самый центр взрыва. Все стенеры рассыщены осколками. Вот осколочки. Тут вот снаряды. На стене вино. Гарь еще от взрыва. Согласно архивным данным, этот ДОТ входил в состав оборонительной линии имени Сталина. Она проходила от Балтийского моря до Черного по границе бывшего Советского Союза и состояла из 21 укрепрайона. Протяженность Рыбницкого укрепленного района от села Грушка до села Гаяны. На этом расстоянии в 130 километров размещалось 250 долговременных огневых точек пулеметных и 4 огневых точки артиллерийских и 6 командных пунктов. Планируем благоустроить территорию данного объекта, сделать доступные ступеньки, чтобы туда можно было спускаться гостям нашего города. Это большое и значимое дело не только для нашего района, но и для республики в целом. Память о Великой Отечественной войне. По результатам обследования составили план-схему ДОТа. Ее копию передали в Госслужбу по культуре и историческому наследию. Николай Стоянов, Валентин Астасишина, Первый Приднестровский.